Старт международного турнира прозвучал ярко и эффектно для брестских болельщиков и гостей областного центра, приехавших поддержать команду БГК. Первая игра и первая громкая победа. Мешковцы с существенным отрывом ушли вперед от своих соперников, участников польского клуба «Азот» и «Пулавы». С таким же успехом удалось одержать победу над россиянами команды «Университет Нева». Впереди предстоял серьезный матч с вице-чемпионами Польши «Плоская Висла», который должен был стать решающим аккордом международной спортивной встречи. Противостояние с соперниками было насыщенным с первой и до последней минуты. Долгое время команды шли с небольшим отрывом, однако во второй половине игры мешковцы заметно повели в счете. Курс на победу был взят серьезный. В конечном итоге брестским гонболистам все же удалось одержать верх над сильным соперником. Счет игры составил 24-22. Победа была тяжелая. Плюс один негативный момент – это травма Абалатмана. Будем надеяться, что она не очень серьезная. Все-таки турнир товарищеский. Потерять такого важного игрока для нас было бы очень прискорбно. Поэтому где-то переживание по этому поводу. Громкая победа брестских гонболистов вызвала бурные эмоции на трибунах. И это неудивительно. Успех мешковцев в международном турнире – еще одно золото в копилке спортивных достижений нашего края и нашей страны. Брестские гонболисты – визитная карточка города над Бугом. С своим трудом и непреодолимой волей к победе заслужили особое уважение. Слова благодарности за высокие результаты и приумножение спортивных достижений области высказал губернатор Брестского края. Анатолий Лис вручил главный трофей чемпионом. Мы готовились к этому турниру очень серьезно. Хотели выиграть, знали, что давно БГК не выигрывал. И спасибо всей команде, всем болельщикам. Мы выиграли сегодня вместе. Не только команда, но и болельщики нас очень вели к этой победе. Всем спасибо. Высокими наградами были удостоены и лучшие игроки матча всех команд-участниц. Уровень нынешнего чемпионата по всем показателям превосходил предыдущий, в том числе и по накалу страстей во время поединков. Это отметили и тренеры команд. На мой взгляд, в этом году турнир был сильнее, чем в прошлом году. Мы постарались пригласить команды, которые сейчас играют в Еврокубках. Все три команды Нева играют в Кубке Вызова. Азот и Булавы в Кубке ИГФ. Ну и весь Лоблос в Лиге чемпионов. Поэтому, мне кажется, тем приятнее победа, что все-таки все три команды были высокого уровня. Хочу поздравить Брестский клуб, в том числе тренера Сергея Бебешко с победой. Всегда важно принимать участие в таких турнирах, которые приближены к официальным. Тем более, при таких трибунах организация была на высшем уровне. Спустя пять лет Кубок Белгазпромбанка вновь вернулся на Брестскую землю. Уверенные победы мешковцев в серии игр в очередной раз явились подтверждением сильного характера брестских спортсменов, их стойкости и готовности к новым стартам. Продолжение следует...